Канал Таёжный Обитель приветствует вас Сегодня День Победы Я поздравляю вас всех с этим праздником И хочу немного рассказать про отца Я всё время про него рассказываю Стараюсь оставить эту память Память о войне Вот с первых его уст Он много рассказывал И я много знаю из его рассказов Я уже говорил, что он войну прошёл Начальником разведки полка Капитан Награждён двумя орденами Боевого красного знамени И в 43-м году Он после тяжёлого ранения Уже когда прошёл лечение Был назначен командиром учебного батальона И с 43-го года Где-то в конце 43-го года 44-й год 45-й, 46-й Он был командиром учебного батальона Вот в Йошкар-Оле Но сегодня я хочу рассказать О его ранах Отец, я его видел И в бане, и везде И я видел эти раны 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 Говорят, заживают Я не знаю, не заживают Они оставляют рубцы Ну, вот На теле у него было 6 ран Он раненый был Четырежды Дважды контуженный Это когда С ушей кровь Идёт, долбанёт так Вот Одна рана у него была Вот здесь На запястье Вот это Кость вот эта вот Торчала вот так И он рассказывал Во время боя бежал Пистолет ТТ У него в руках И орал, говорит Ура И в это время Как будто палкой по руке шлёп И рука сразу повисла И операцию сделали здесь А кость вот так торчала И он, когда хотел показать Он брал мою руку И говорит Вот, Коля, одна рана И вторая рана Была у него Выкру Выкроножную мышцу Тоже, говорит Во время боя Также Бежали в атаку И, говорит Я даже Не почувствовал Когда меня ранило Я только Понял, что ранило Когда в сапоге Захлюпала кровь Вот как В этой горячке В этом Вот Стремлении Вперёд К победе Видать Такое Такое состояние У человека Что он даже Не чувствует Эту Такую вот Рану А кровь Идёт хорошо В этой же ноге У него была рана Уже вот В бедре Вот это Бедро у него И в бедре Была рана Рана была Штыком И вот он Рассказывал Что В разведке Они Там Вышли На линию Где Немецкие окопы И Кромешная тьма И потихоньку За языком Как раз Взятие языка Надо было Провести И В кромешной В этой тьме Он шагнул В окоп Немецкий И вот Так они Ползли Что Он шагнул На штык немецкий Немцы сидели в окопе Вот Прижав свою Винтовку А штыки были Примкнуты Они торчали Вверх Они тоже Как бы И В состоянии Ожидания Настороженности И он шагнул И этим бедром Прямо На этот штык И штык Нож немецкий Этот Прошил Насквозь Бедро И Вот он Говорит Мои разведчики Попрыгали туда Там Несколько немцев было Поубивали их Мы Говорит Все носили Такие немецкие Кортики Разведчики Говорит Во время боя Там где-то Добывали Вот были немецкие Кортики Такие Офицерские Как бы Кортики И вот Они славились Немецкая сталь Немецкое Такое Умение Делать И они Выгодными Тренировались Когда тренировки Проводили И Вот этими И тут Разведчики Попрыгали По Поубили Кого там А одного Оставили А мне Говорит Тоже Как он Говорит Один здоровый У меня был Разведчик Он Рот Меня зажал Чтоб я не орал Не стонал Такая боль С этим штыком Он лежит Там И Одного Немца Схватили Меня Говорит А Этот Разведчик Встал Говорит Ногой На мое Бедро И Вырвал Этот штык Представляете Вот эта Картинка В этом Горячке Вот этот Бой Взятие Языка И вот Такая Ситуация Перемотали Конечно Я Так вот Рассказываю Быстро Ну перемотали Это все И утащили И он все время Говорил Вот Коля Не поверишь Бывает Другой Раз Небольшой Человек А хватает Второго И бегом Бежит Вот в этом Запале В этом Бою В этом Экстремальных Условиях Такие Человеческие Возможности Силы Появляются Ну и В сорок третьем Уже Он прошел Под Москвой Выформировался Его полк Потом их Перебросили Под Сталинград Вот там Оборона Паульса Они держали Окружение Паульса Вот это вот Он рассказывал Как там Зимой В окопах Колотун Жгли там В патронах Солярку Согреться Мыши Говорит Вылазили Их Мышей Кстати Говорит Было много И вот Потом После Сталинграда Он До Курской Дуге Вот как раз Курская Дуга И там Тоже Шло Шло Как бы Наступление И Затормозилось И вот Разведка Выдвинулась Вперед И говорит Мы рассредоточились И И я Говорит С рацией Остался Под танком Немецким Под танком Нашим Подбитым И тут Прорвались Немецкие Танки И вот Прям Говорит Смотрю Прет Как бы На мой Танк На этом Под которым Я лежу Сгоревший Здесь Сгоревший Танкист Я Говорит Попробовал Подтаскивать Его к себе А он Сгорел И вот Это вот Мясо С костей Слазит Я Говорит Не могу Схватить Чтобы Подтащить Прикрыться И Немцы Уже Ближе Ближе Заметили Меня И прям Говорит Вот так Пушку Опускают На этот Танк Под которым Я лежу И все И больше Я там Ничего Говорит Не слышал Разведчики После боя Нашли Его И вытащили Уже Если бы По мякоти Можно Глубоко Прошли Эти осколки А так Лопатки Защитили И Здесь Вот эта Косточка Внизу Как он Говорил И Вот эти Шесть Ран Я их Хорошо Видел На теле Отца Я их Чувствую Со своей Кожей Потому что Я с маленьких После войны Где-то Вот У него Под вот этой Вот правой Лопаткой Загнила Рана Загнила Рана И ему В Оренбурге Делали Операцию Надо было Делать Операцию Потому что Кость Загнила И Делали На живую Не делали Ему Не усыпляли Ничего Потому что У него Было Две Контузии И он Говорит Врачи Сказали Можешь Не проснуться Поэтому Терпи Герой Будем На живую Ну Куда деваться Там Хочешь Не хочешь Согласишься Жить Охота И вот В операционной Все там Что им надо Проделали Положили На живот Привязали Руки Ноги Привязали Тут Спину И Медсестра Подкатила Столик Марлю Говорит Откинула Я смотрю Там блестят Разные Скальпели Зубельца Болоточки Плоскогубцы Такие Хирургические Ну Инструменты Уже Говорит Страшно На нет Ну Пока Не понимаю Потом Подошел Хирург Так Поговорил Маленько И Говорит Ну Терпи Герой И Говорит Страшенная Боль Страшенная Боль Начали Отбивать Вот эту Гниль Гниль С кости Вот этот Там Нарыв Я Орал Говорит Там Матерился Грозил им Что Развяжете Я вас Всех Поубиваю Но Хирург Терпи Терпи Шлепка Аж Искры Из глаз Терпения Нет Невозможная Боль Это Вот Представьте Бывает Локтем Или коленкой Ударишься Где-то Косточку И Какая Боль Она Плохо Проходит А здесь По живому Прямо Бьют И Ну Рана Потом Зажила А Кожа Внутрь Вот Этой Где Выдолбили Дырку Кожа Как-то Туда Внутрь И Была Дырка Туда В Лопатку И Вот Я Маленький Был Когда Я А он Ходил В майки Любил Летом ходить В майки И У него Эта Дырка Все время Тут Я ее Видел Я Мизинчиком Туда Пытался Мизинчиком В эту Рану Засунуть Отец Терпел Не Не Отгонял Меня Ничего Я Вот Это Хорошо Помню Вот Такие Вот У него Были Раны Мне Хотелось Рассказать Почему Потому Потому Что Вот Эти Вот События Они Дают Молодежи Какую-то Картинку Тоже Дают Они События Такие Исторические Это Великая Отечественная Война Сейчас У нас На Украине Идет Война И Со Временем Кто-то Тоже Будет Рассказывать Про раны Вот Этих Бойцов Наших Но Мне Хотелось Рассказать О ветеранах Великой Отечественной Войны Тем Более Сегодня День Победы Вот Такой Небольшой Рассказ Я Всем Желаю Бить Со Мной Чаек Можно Было Бы И Сто Грам Но Как Все Знаете Я Не Пью Поэтому Будем Пить Чай Пожелаем Друг Другу Радости Удачи Мирного Неба Здоровья Любви Красоты Творчества Гармонии Самими С собой И С окружающим Миром Пока Пока Творчества Творчества